Однажды человек нашел яйцо орла и положил его к курице. Орленок вырос вместе с цыплятами, он кудахтал, как они, копался в земле, искал червячков, хлопал крыльями и пытался летать. И однажды уже выросший орел увидел в небе гордую птицу. Она парила, взмахивая большими крыльями. Зачарованный орел спросил, кто это? Это орел, царь всех птиц, ответил ему сосед. Он принадлежит небу, а мы, куры, принадлежим земле. Так орел и жил, как курица, и умер, как курица. Ибо он верил в свое куриное происхождение. Вопрос у меня такой. Вот скажите, пожалуйста, кто мы такие? Мы, человеки, мы орлята, которых подбросили к курам, или мы действительно курицы и летать не можем? В принципе, мы, конечно, орлы. Не просто орлята, а даже орлы. Но мы не можем сыграть эту роль. Так. Хотя нам все со всех сторон кудавчат. То есть мы орлы, которых все-таки поместили к курам, или вы считаете вообще все человечество может быть орлами? Но пока оно только куры. Но пока оно куры. Вот интересно, от чего это зависит? Я курица или я орел? От чего? От самосознания. Да? То есть я должен осознать, что я орел? Да. Кто мне это должен или сказать, или нашептать? Высшее предназначение. Ты должен его прочувствовать в себе. Должен понять, что иначе это не жизнь. То есть не жизнь быть курицей, да? Да. А жизнь быть орлом? Для тебя, да. Еще раз. Что это означает, что я орел? Что это означает? Быть орлом, это значит стремиться к порядку в мире. Потому что иначе это будет не жизнь, а сплошной курятник. Поэтому у нас нет другого выхода. Мы обязаны, насколько мы не чувствуем себя приниженными, ничтожными, маленькими, запутанными, из поколения в поколение неудачниками. Мы должны все равно поднять себя и пытаться взлететь. То есть, в принципе, когда-то проявится то, что я орел, так или иначе? Да. Да? Тогда это и проявится. Тогда и проявится. Вот скажите, пожалуйста, здесь говорится, что человек взял яйцо орла и поместил курам. Вот так же творец взял и поместил нас на эту землю. Вот как бы летать вы не можете, вы можете только ходить по земле, летать вы не можете. Вот вы говорите, а мы все-таки можем летать, вы говорите, да? Он нам это вложил, он нам вложил, живите на этой земле и живите. Он нам вложил, что мы можем летать сверху вложенным. Да, в нас возникает это чувство. Да? Да, этот вопрос в нас возникает. И самое главное, все люди на земле подталкивают нас к этому. Хотя, конечно, не к этому явно подталкивают, хотят, чтобы мы заняли такое место, такую роль. Но, в общем, это так. То есть, в нас есть вот эта вот точка орланая? Да. Ну, ты посмотри на протяжении истории. Хотя нас давят, жгут, что не делали. И все равно в итоге встают, правда, немного, но единицы в каждом поколении, которые идут вперед. Все-таки от кого зависит? От меня зависит выбор окружения или не от меня? От нас. От нас? От нас. Да? То есть, я выбираю окружение? Да. Получив духовное наследство, книжное наследство от наших великих учителей, мы можем четко сказать, громко перед всеми, что у нас есть оно в руках, и мы обязаны его реализовывать. И мы можем летать, да? Вот еще один такой вопрос я хочу задать. Так или иначе, мы слышим, ну, на земном уровне. Кому-то говорят, сиди, не рыпайся, ты курица. Кому-то говорят, ты царь зверей, ты орел, царь птиц. Вот скажите, вот это, вот когда такое говорится, кого-то опускают, кого-то поднимают, вот что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что каждый человек должен выбрать для себя, какое себе предназначение он выбирает. А вот это вот, то, что так говорят, это... Это кто говорит? А судьи кто? Правильно. Правильно. То есть в любом случае это решение самого человека? Только. Несмотря на то, что тебя там гнобят и так далее, у тебя... Неважно. У тебя должно быть это решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова